В лица Твоих давним уже свет неприступный. Ты исправи стопы нашей геланью заповедей Твоих, молитвами причистия Своей Матери всех святых Твоих. Аминь. С броной воеводи победительной, не окрой из большей сёдлы, с благодарственной восписуем тиробит Твоей Богородице. Но я, поимущая державу непобедимую, от всяких нас без облади до завемки. Радуйся, Небеса, Небесная. Слава Тебе, Христи Божию, упование наше, слава Тебе. Слава Тебе, Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами причистися Матери всех святых. помилуй, ты спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Иоанна Затаустова «Храм в жизни человека». Когда читаешь или слушаешь беседы святителя Иоанна Затаустова, и некоторая беседа, кажется, он только сегодня побывал в храме, и вышел, и говорит, ну, один к одному просто, думаешь, как это он мог провидеть почти 1600 лет назад, ну, говорит о том, что сегодня в храмах делается. В жизни нашей, то же самое, в житейской, другую беседу читаешь, ну, как будто бы он прошел по улице, пообщался с нами и говорит беседу о том, что видел. И вот он говорит, тогда, тогда, по-видимому, первого века христианство имеется в виду, тогда дома были церквами, а ныне церковь сделалась домом. Тогда и в домах не говорили о житейском, а ныне и в церквах не говорят о духовном. Вы и здесь поступаете, как на торжеще, и когда говорит сам Бог, не только не слушаете слов его в молчании, а занимаетесь разговорами совсем о других предметах. У нас незаметно, потому что у нас, во-первых, ограниченное мы место, есть какой-то у нас такой же устав установившийся, что во время службы у нас не разговаривает, не ходит, а в Борчом, где храме, соборе, громадный собор, я был в Ростове, стоим всю службу. Народу, может быть, там, не знаю, около тысячи, наверное, в храме, много народа. Но что-то в алтаре там батюшки сами делают, а здесь идет жизнь своим порядком в храме. Хождение во всю, что там в Евангелии читается, или Херувимской поется, или в Харичевский канон, никто на это внимание не брал, абсолютно нет ничего. Никто. Здесь идет своя жизнь своим чередом. Мы стоим с батюшкой, читают, прочитали апостола. Ты о чем читали? Он говорит, я не мог понять ничего. Евангелие читает протодиакон. Но Евангелие догадались. Услышали там несколько, более понятнее немножко было. Догадались, а что? А остальной народ для кого читалось? Непонятно. Задом к народу читается протяжно, хорошо, голос у него такой, ромовую голос у протодиакона, хорошо читает громко, но ничего не понятно. И вот говорит далее. И пусть бы вы занимались тем, что касается вас самих. Нет. Вы говорите и слушаете то, до чего вам и дела нет. Вот о чем я плачу и не перестану плакать. Я не власти наставить этого дома. Нам необходимо оставаться здесь, доколе не отойдем из настоящей жизни. Итак, вместите нас. Как увещевал апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 7 главе. Это сказано у него не о трапезе, но о сердце и расположении. Того же и мы от вас требуем, любви, приязни сердечной и искренней. Если же и это тяжело для вас, то, по крайней мере, оставив теперешнюю беспечность, возлюбите самих себя. Для нашего утешения, довольны и того, если увидим, что вы успеваете в добре и делаете себя лучшими. В таком случае и я покажу больше любви или и слишком любя вас, вами буду любим менее. 2 Коринфянам 12 глава. Многие ведь побуждают нас к взаимному общению. Всем нам предлагается одна трапеза. Один отец породил нас. Все мы произошли от одной утробы. Всем подается одно питье. И не только одно, но из одной чаши. Отец, между прочими средствами, расположить нас к взаимной любви, употребил и тот, чтобы мы пили из одной чаши. Это служит знаком крепкой любви. Но скажешь, что мы не можем равняться с апостолами, и я в этом согласен, и немало не спорю. Мы не стоим не только, мы не только не стоим их, но даже и тени их. Но при всем том, мы должны исполнять свое дело. Это не только не сделает вам стыда, но еще более послушает к вашей пользе. Когда будете оказывать должную любовь и послушание к достойным, получите большее воздаяние. Мы говорим не от себя, так как у нас и нет учителя, на земле. Но мы приняли то и даем, и когда даем, ничего не требуем от вас, кроме одной любви. Аминь. То есть он говорит о том, а по-видимому, и в то время были, которые, ну, недовольны были тем, что говорит он о порядке в храме, как было, и он просто как-то увещевает, ну, примите все. Мы, говорит, к одной чаше приходим, с одной чаши причащаемся. Так устроил отец, чтобы мы в любви были между собою. Поэтому, говорит, я оказываю вам любовь, увещеваю вас, чтобы в храме вы были, как в доме Божьем, не как на торжеще. То и вы, говорит, окажите взаимную любовь друг к другу. Храни всех, Господь. Кто готовился,